Всем привет! С вами Мария Лэнт и сегодня у меня новые идеи для личного дневника. Не так давно на канале в обкладке сообщества я у вас спросила, хотите ли вы новогодние идеи, и вы меня просто засыпали просьбами нарисовать что-нибудь такое уже новогоднее. И это видео не просто, где я рисую одну картиночку, это целый сборник много новогодних красивых и легких картинок, поэтому обязательно досматриваю видео до конца. Согласитесь, что первонаперво нам в личный дневник нужны разделители. Или как нам отделить, что, к примеру, осень у нас закончилась и наступилась зима. Или отделение, что начинается новый год и отсчет до него. Поэтому первонаперво я покажу вам прекрасные разделители для личного дневника в новогодней тематике. И, кстати, не забудь подписаться на мой инстаграм и скинуть свой вариант работы, потому что я постоянно публикую ваши работы у меня на канале во вкладке сообщества. Ссылочка на инстаграм будет в описании. Кстати, хочу сказать, что у меня еще будет на канале очень много разных тематических новогодних оформлялок. И мы будем вести отсчет до Нового года. Это будет уже отдельное видео. Мы там тоже будем с вами рисовать и прочее такое интересненькое. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Такая черно-белая заготовочка у нас получилась. Сейчас я начну уже раскрашивать. И теперь черным в завершении пройдусь, придав законченный вариант этой рамочки. Леденец у нас будет с красными такими полосочками. У елочки мы просто будем чередовать светлый зеленый и темно-зеленый. Это самая такая простая раскраска елки, которая только может быть. Все очень просто. Любой точно сможете рисовать. Нам осталось еще раз красить несколько деталей. В принципе, первую страничку мы закончили. Вот такая легкая страничка у нас получилась с изображением самых-самых простых новогодних таких штучек. По-моему, выглядит очень миленько. Кстати, если делиться такими секретами-лайфхаками, эта страничка отлично послужит вам разделителем. К примеру, здесь у вас идут обычные записи, а здесь у нас уже начинается подготовка к Новому году. Нарисуйте такую страничку и дальше можете уже писать что-то новогоднее. Это отличный разделитель. А мы начинаем рисовать следующую новогоднюю идею. Она будет тоже очень простой, но очень яркой и эффектной. Я рисую самую простую елку. Только не всю елку, а ее половинку. Украсим елочку мой потом. Я еще хочу добавить несколько деталей. Обвожу нашу елочку. Кстати, обязательно пишите в комментариях, если вам нравится, сможете с такими новогодними картинками. Тогда я буду выпускать еще. У меня очень много тематических картинок, что касаемо Нового года. Очень уж люблю я этот праздник. А вы? Елку, конечно, я належаю в разные шарики. Раскрашу елку, потом продолжим дальше идти рисовывать всякое. Контур у елки я, конечно, делаю самым-самым темным цветом. Крашу я это специально такими штришочками, чтобы придать как будто это иголку нашей елке. Дальше я беру зеленый пастырь и начинаю пролисовывать именно внутренность елочки. И дальше уже самым светлым-зеленым я закрашиваю оставшуюся часть елочки. Вот такая простая, но сочная елочка у меня получилась. А теперь я буду оформлять оставшуюся страничку. Для этого мне понадобится обычный красный маркер. Я буду разбивать этим красным маркером страничку на полоски. Белый, красный, белый, красный. Здесь теперь осталось написать скоро Новый год 2019. Ну вот, еще одна страничка на Новый год готова. Очень легко рисуется, сами все видели. Выглядит ярко, украсит любой личный дневник. Здесь может быть ваш текст. Здесь картинка. Это также может послужить разделителем. Дальше можете писать все, что угодно. По-моему, это очень оригинально и легко. И не забудь в комментариях под видео написать, если ты хочешь вторую часть по сборнику новогодних всяких красивых картинок. Теперь я нарисую милого кавайного оленя. Вы очень многие просили меня об этом в сообществах и в комментариях. Я сама люблю оленей, и это правда новогоднее. Сразу такое настроение. Так что давайте рисовать очень легкого на милого оленя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такой олененок в эскизе у меня получился. Давайте мы его раскрасим, обведем, а потом я покажу, что я хочу делать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Вот такой милый олень у меня получился. Покажу вам его поближе. Дальше я буду оформлять уже фон. Здесь я напишу счастливого нового года, только по-английски. Вы можете писать по-русски, если хотите. А рамочку хочу сделать как бы из снежинок. По-моему, получится очень классно и легко все. Вот такая страничка у меня получилась на этот раз. Давайте я вам ее поближе покажу. Вы видели, все легко рисуется. И, по-моему, как именно разделитель. В дневнике личном или просто рисунок с текстовой записью слева. Это отличная мысль и идея. Вот и подошло к концу такое тематическое видео. Мы с вами нарисовали прекрасные картинки новогодней тематики. Все легко просто сами видели. Напишите в комментариях, какая из них вам больше всего понравилась. И не забудьте голосовать, хотите ли вы вторую часть по такому сборнику. Понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарий. Конечно, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше интересных и творческих видео. А я с вами прощаюсь. Ловите момент. Была с вами Мария Лэнд. Пока-пока.